Девочки, мальчики, всем огромный привет и бла-бла-бла. Я думаю, что для влогов не имеет смысл делать такое приветствие, но ладно. Сегодня меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своём канале. Сегодня будет такой небольшой влог выходного дня. Решила поснимать свои студенческие будни. Так, доползла я уже до университета, на улице Холна, поэтому я уже странный какой-то прокуренного человека. К слову, выгляжу я вот сегодня вот так. У меня как бы такая укладка а-ля недовитая голливудская волна, но неважно. Пара будет, поэтому, ребятки, пожелайте мне удачи, потому что опаздываю я на полтора часа. Итак, мы уже в центре, мы приехали на Владимирскую, находимся рядом с... Я не знаю, будет видно вам или нет, видно, да. Это Владимирский же собор. Называется, да, с Владимирским собором. Значит, сейчас пойдём кушать в какое-то место. Я там никогда не была, но Костя говорит, что там очень вкусно. Я со своими одногруппниками. Будем сейчас кушать. Вообще, сейчас покажу, как бы, что сзади меня находится. Это станция Владимирска, Владимирский пассаж. Будем выбирать, что будем есть. Не знаю, место уютное. Главное, тепло, потому что я уже сейчас по Владимирску шла. Там ветер очень сильно поднялся, я замёрзла конкретно. Вот, на самом деле, будем, наверное, сушить. Похожем, я уже всё покажу. Мне принесли тайский суп какой-то. Не сбылись мои мечты, он был с кокосовым молоком. Вот такая вот супер порция огромная. И какой должен быть суп? Русский наваристый. Русский наваристый бульончик. Не, на самом деле, про тебя бульончик буду сама завтра, наверное, варать. А, ещё вот, ещё греночки вообще. Ребен? У нас ещё и какой-то суперсалат принесли. Я так поняла, у тебя соевый соус, или что это такое? Не знаю. Не знаю. Нет, гранатовый. Часто ты с тем? Гранатовый? Ты думаешь, к мясу гранатовый? А видели, какая у меня ложка? Русская народная ложка, не то, что у меня. А у меня вот такой. Не, на самом деле, супчик вкусный, он такой сладко-острый. И у меня там... Суп назывался с креветками. У меня тут плавает один представитель креветок. И всё. Больше никто у меня не плавает в супе. Обман какой-то потребителя. Итак, смотрите, какая прелесть. Это мы заказывали суши на свою голову, нам их принесли. Блин, мы же с тобой заказали два места одного. Да, ладно. Да. С собой заберём? Филадельфик, какие-то запечённые острые. И с угрём, как они назывались какие-то... Ну, с угрём, короче. Чё-то там унаки хитвы. Итак, мы уже идём к метро. Ну, сначала пойдём в Ревгош. Сейчас идём на улицу. Ветер всё дует и дует. И пропало ещё солнце. Но на самом деле погода хорошая. Вот. Как-то, походу, судя по всему, какой-то маленький грибной дождик прошёл. Мокрый асфальт. Вот. Объелись просто вот. Ну, вы видели как бы порцию. И, я не знаю, ещё чуть-чуть, и мы бы, наверное, выкатывались оттуда. Так. Снимаю вам Центр Питера. Может, когда я снимала её в начале, я думаю, что на моей большой голове ничем не было видно. Вот здесь Владимирский пассаж. А вот сам вот этот сад. Чёрт, она сейчас сдует. Вот. Вот такие ветра дуют у нас, как бы весна. Всё, мы заходим. Мы сюда заходим? У нас здесь Ревгош? Здесь. Здесь. Ура! Мы зашли. Всё, как бы, ну, вы понимаете, в Питере смысл как бы делать укладку? Никакого. Абсолютно. Это как бы пустая трата денег. На укладки там, на вот это вот всё. Зачем? Итак, мы вышли из Ревгоши, сейчас идём по... Это загородный или какой проспект? Не знаю, сейчас выясним. А, да, загородный проспект. По загородному проспекту в сторону. В сторону Звенигородской я себе купила маленький подарочек. Потом вам, наверное, вечером или где-то во влогах видео покажу, что я себе прикупила. Но у меня просто давно уже была мысль одна. И вот как раз я купила эту вещь, чтобы реализовать свою маленькую мысль. Вот, сейчас мы идём в сторону Звенигородской, чтобы доехать до Сенной, Садовой, вот этого вот всего. Потому что там находится Миша, корейская косметика. Я вообще как бы ещё пока с корейцами на вы, причём как бы на очень-очень большом вы. Потому что я вообще никогда почти не тестила, не смотрела, что это такое гель. Я иду с ногтирубницей, с гелей. Она знает, что такое. Поэтому вот едем туда смотреть, что это. Мы ещё какую-то смотрим? Ещё The Face Shop, потому что блогер Катя Румянко показала Face Shop у себя видео. И вот мы и посмотрим, что это такое. Мы наткнулись на магазин всякой музыкальной техники, аппаратуру Yamaha. И тут на витрине всякие старые музыкальные штуки. Очень-очень круто. Я подумала, что она живая. Води, води. Слушай, ну води сюда. По-моему, сюда? О, господи. Да. Санкт-Петербург — это не только город мостов, но ещё город грязных подворотин. Итак, мы вернулись обратно на площадь, к пику. Сейчас пойдём в пик, в Face Shop. Нам не понравился магазин Миша. Он какой-то, как даже сказать, не культурный. Не пойдём больше туда. Поедем на старую деревню в официальный магазин Миша. Миша не так помнит. Да, но зато нашли марку Code Color, которую мы, наверное, будем искать сейчас по Питеру, где можно это в приличном виде купить. А если нет, то придём сюда за Code Color. Миша — это не смешно, мне надо. Не, ну я таких детей, таких, с размерами, не видела. Мне кажется, это тренажно. Это Макс Курс, как мы разы. По-моему, Морк — это настоящий. Да вот как бы все любители, все эти зоозащитники сейчас кинутся и отпугают нас. Это и мне сделали. Я глушая перепутала, нам нужно было не пикать себя. Сейчас пойдём в Сеной. Слава богу, нам нравится больше. Ну, конечно, покажешься. Идём мы сюда. Надеюсь, нас никто не собьёт. Кстати говоря, там есть много всяких классных магазинчиков, и можно туда зайти. И смотри, какие колготочки красивые. Я все-таки взяла. Кошки! Смотри, как у Алены кошки. Вот. Китайцы в тренде просто. Ты помнишь, в детстве у всех девочек были маленькие кошелёчки-сердечки? Нет, сердечки. У меня было сердечко, и мне оно очень нравилось. Но я его уже где-то потеряла. Здесь оно, ну, такое небюджетное воспоминание. Несколько? Ну да. Ну, очень классный, конечно. Цветные всякие разные. Круто. О, смотри. Так, только пришла, решила вам сразу показать то, что купила. Купила не так много. Ну, вот по порядку. Это то, что купила в Ревгоше. Rouge Aqua Edition Aqua Lack. Это новинка от Bourjois. На самом деле, вот, видели, наверное, в последних моих видео. В последнем моем видео. Это мой любимчик от Dior. Во-первых, моя лаковая помада Fluid Stick. Выпустили её прошлой весной. В этом году как-то, ну, точнее, весь 2014 год и начало уже 15-го. Все масс-маркет бренды стараются выпустить что-то вот похожее, какие-то свои лаковые помады. Выбирала между Extraordinaire от L'Oreal, также Maybelline у них похожая новинка. Про эту я вообще до прихода в магазин не знала. Но Extraordinaire мне не нравится своей какой-то кремовой, излишней какой-то кремовой текстуры много. Maybelline вообще даже говорить неохота, потому что так блогеры говорили, что это потрясающий, это инновационный продукт. Я пришла, увидела отвратительный спонж, который просто, ну, просто отвратительный, как будто ёршик от унитаза. Также отвратительная текстура, абсолютно какая-то такая, скажем так, покрытие не дающее. Это единственная была новинка, которая действительно заинтересовала, которую, ну, будет не стыдно сравнивать с Dior. Вот, так что у меня в планах сравнение вот этого вот, вот этой новинки от Bourjois и моего любимого Dior. Диор, моей любимой Dior. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, интересно для вас это сравнение или нет. Просто мне самой интересно, чем дело закончится, потому что это бюджетный сегмент, это люксовый сегмент. И причем это была первая на рынке. Возможно, здесь что-то новое они за год и положили в эту помаду уже. Дальше купила вот румяшки от The Face Shop. Также просто отдельное спасибо вам, милый магазин The Face Shop находится в ТК Синная. На них мне положили такие конфетки вкусненькие. Буду кушать конфеты и помнить о том, что я покупала там румяна. Вот, потрясающая румяна. По цвету сейчас попытаюсь открыть. Вот они. Такой вот милой упаковки. Пуховочка. Кстати говоря, у них продаются пуховки, поэтому это как бы не проблема. Можно и заменить. Оттенок вот такой вот пыльной розы. Мне очень понравился. Там есть очень деликатный шиммер. Я думаю, что мне вот сейчас на весну, на лето очень-очень даже подойдет. Нашли мой магазинчик. Тоже корейской косметики, корейских брендов. Там Холика Холика и другие бренды. Я, на самом деле, все это не запоминала. Так вот, есть там вот такой вот бренд от Упал. И там как раз-таки, чем он нас заинтересовал, что косметика создана для аллергической, топической и такой вот проблемной кожи. Так вот, вот этот вот кремчик, он как раз-таки для такой достаточно капризной кожи. Уже наступила ночь почти, что решила. Я по кулинарию сейчас покажу, что я буду готовить. Итак, готовить я буду сырный суп. У меня здесь уже степела вода, в принципе. Буду готовить из вот так ровно-восточной смеси овощной. Вот, сделала уже, натерла твердый сыр. А плавленый сыр я еще пока не достала. Из микроволновки. Не достала еще из, господи, из морозилки. Вот. Итак, вот так выглядят овощи. Тут же картошка, грибочки, помидорки. Вот мне нравится вот это вот. Я не знаю, честно говоря, что это за стручки. Но мне почему-то они очень нравятся, поэтому я уже не первый раз покупаю. Это бамия. Если кто-то знает, что такое бамия, пожалуйста, напишите мне, потому что не знаю, что это такое. Это какие-то как стручки, перцы или чего-то такого. Но, на самом деле, специфически вкусно. Мне нравится. Так, пусть это все варится. Готовим. Так, сейчас у нас суп. Выглядит, надо вот постоянно перемешивать. Уже высыпала туда сыр и половинку вот такой вот упаковки сливочного плавленого сыра положила. Сейчас буду это все мешать. Чтобы сыр расплавился. Суп у нас уже приобретает сырный вид. Два секрета основных сырного супа, которые я нашла и которые я не знала, когда я готовила первый раз его. Это не дай боже вам взять эмалированную посуду для приготовления, потому что все прилипнет. У меня как бы есть большая неэмалированная кастрюля. Есть вот такой вот ковш, поэтому я готовлю к ковшу. Так как супчика у меня получается немного, поэтому буду готовить так. И второе, это что нужно сразу уменьшать огонь, делать его не очень большим, чтобы сыр не заварился. Потому что когда пузырьки поднимаются, он заваривается. Вот, поэтому спокойно в огне мы домешиваем, довариваем свой суп. Ну, единственное, что надо еще, наверное, что у меня картошка, и нужно подождать, пока она разварится. Вот, дальше нужно будет добавить зелень. У меня вот только лук свежий. И так, суп мой практически готов. Я думаю, что еще минут 10 он просто постоит. И все, сыр разошелся у меня. И так, на этой вкусной, сытной ноте я с вами прощаюсь. Если видео-влоги вам нравятся мои, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, нравятся ли вам мои влоги, что бы вы хотели еще на моем канале видеть, что вы думаете про сырный суп, про мои покупки, что интересного вы покупали, что у вас происходило на выходных. И все, до скорой встречи. Всех вас целую и пока-пока.